идущий на ликвид приветствую тебя привет друзья категорически рад вас всех видеть дамы и господа сегодня мы не будем говорить о движениях на рынке хотя они очень интересные веселые это я сделал в утреннем обзоре а сейчас я бы хотел поговорить о более фундаментальных вещах которые позволят вам так скажем выживать в мире там трейдинга спекуляций подольше так скажем потому что ну вот если оглянуться на все чаты даже вот там если наш чат взять там 89 человек сейчас в нем ну вот будем объективны что где-то через год до два из этих 90 человек останется максимум 10 до в живых в трейдинг который не ликвиднуться которые не потеряют деньги должна быть чем рынке многие теряют и я терял на бы чем рынке деньги я рассказывал свою историю первое видео на канале можете посмотреть в общем из этих 90 останется ну максимум что не знаю 10 от силы да это из них где-то 5 ну нормально заработают там 32 сделают какие-то талантливые результаты и так далее почему это гай потому что я 2016 года здесь и как бы все фазы рынка точнее все стадии рынка так скажем проживал боль страдания ликвидации сколько я ликвиднул сколько я укатал депозитов ну слава богу я там начинал еще 2016 года ну с того что просто откладывал зарплаты там условной зарплаты если так можно назвать в 19 лет занимались там грузчиком работал двери какие-то таскал столбы мы ставили ну то есть на такой достаточно чернорабочий был вот занимался откладывал там по 50 долларов буквально и больших рисков я не нес изначально криптовалютный рынок потому что я ну это какое для меня есть сразу помню что это венчурные инвестиции когда мне друг рассказал ой там сатошина кому-то поставит доллар на колени так далее вот государством хана едем в цитадель в общем суть том что я изначально не шел с большими рисками но по ходу как бы того как я погружался в трейдинг я начинал рисковать все больше и больше и укатывал ни один депозит не укатывал ни один депозит депозиты там по 100 200 долларов я не считаю их я укатал ни один на десяток до тестирую там всякие разные стратегии но если вот серьезные там взять ликвидации депозитов это был наверное на пару тысяч долларов в 2020 и 19 мая я укатал где-то около миллиона рублей вот поэтому все эти теории от ожидания риск менеджмента не написано на крови то есть да когда там где-то кто-то там получил стоп это ничего страшно вот когда у тебя реально ты ловишь ну там ликвид жесткий ты уже как бы по-другому воспринимать хотя вот судя по тому что почему я снимаю вообще это видео потому что меня начали присылать в личные сообщения что а чё делать отчет ну вот такой просадка делать а вот я ликвиднулся на там на 7 10 тысяч долларов присылают а вот я это сделал вот я то и думаешь ё-моё какой трейдинг какие точки входа какие там фандинги какие там вообще ну инструменты когда ну банально соблюдается какие-то азы рынка вот и вот об этом я бы хотел бы поговорить думаю что это важно хотя многие скажут риск да это по фигу риск ты нам точки входа давай ну короче давайте рассмотрим ситуация с чего бы начать но я говорю свою историю рассказывал то есть ликвиднулся я ну первый косарь я укатал на где-то на отметке 20 тысяч до когда я шортил рынок решил отшортить жестко до типа игра на понижение потому что я ну считай думал поймал богу за бороду трейдинг за бороду рынок забору неважно короче откупал ну так скажем через сквозь страх вот эти вот движения да ну пересижу вот эти все даже я вот здесь даже не вышел хотя у меня не пози там очень сильно просел но когда ну такие брутальные движения начались я думал все это ну просто второй забег сейчас подавит движение надо шортить и первое что я сделал до этого я как бы в основном на спать те работал то есть просто покупал без плеча и держал такая стратегия мне приносил прибыль когда я решил потрейдить до играть на понижение плюс большими плечами там плечо по моему 70 80 взял я ну ликвиднулся в первые три или четыре дня вот почему потому что но я взял завел депозиты и full депозитом ну так встал в позу во первых что нужно знать это соблюдать жесткий риск менеджмент как не укатать депозит за месяц легко встаете то есть в два процента риска то есть если вы новичок если вы там два-три месяца для вас два процента депозита это нормально если вы там но у вас например завели там не знаю 5000 долларов да вот завели это ну и вы хотите начать трейдить два процента жестко ну то есть два процента на стоп условно у вас есть сделка ну какая не тут вот такая вот вот такая вот ставите стоп два процента да и играете там один к трем смотрите в чем гениальность такой стратегии кажется все просто до стал держишь так далее если вы получаете 2 процента убытка вы получаете 2 процента убытка если вы получаете профит вы получаете 6 процентов убытка гениально гениально но вот это вот гениальное и самое простое бы не соблюдение карается ликвидом гарантированным ликвидом смотреть давайте просто считать допустим вы завели давайте не 5000 долларов 100 долларов до решили депозит раскачать кстати вот разгон депозиты вот второй раз уже первый разгон депозиты я там full котлет их входило все сделки стоп за ликвид и просто разгонял там за 22 дня получилось ну кто знает узнает кто пера смотрит вот читайте сделал заветный 100 иксов на битмэксе тут можете блин не приближает короче приблизить вот то есть видно что как бы было на депозите 0 0 38 50 это на тот момент было 100 долларов 138 по-моему долларов если не ошибаюсь вот и я их превратил там в 12 тысяч долларов а по курсу битка даже по-моему в 3 около 13 ну короче в 0 38 50 тут все рассказано и показано здесь я full котлеты вставал но но второй раз вот сейчас я например уже 100 долларов тоже хочу сделать но уже 10 тысяч иксов я уже соблюдаю с риск менеджментом почему потому что тогда работал индикатор мне эти 100 долларов было не жалко сейчас я хочу сделать ну такой более стабильный трейдинг для себя поэтому все что я делал это начинал с 5 процентов с 5 процентов риска то есть стоп 5 процентов условно есть 100 долларов у меня 100 долларов что я с ними делал я 2 доллара ставлю на стоп вы забираю там на условно 6 долларов если получать тенинг 5 долларов на стоп и получается 15 долларов если профит так скажем при какой вероятности продолбать мой депозит это примерно ну сколько там считать если если не взять сложный процент просто так по-дебильному посчитать то это примерно сколько 20 сделок что ли получается да если ну просто взять процент ну каждый раз мы будем входить на 5 долларов это 20 раз надо минусануть минусануться в 20 раз но не знаю там 20 трейдов подряд очень сложно заруинить но это прям очень сложно вот но эти 100 долларов то есть условно во первых мне психологически не жалко их поменяет продолбать и вы можете посмотреть видео сейчас я еще выложу видео про психологический аспект в трейдинге он тоже очень важно тоже 90 процентов в трейдинге психологии и риск менеджмента условно берете 100 долларов 5 долларов убытка 15 прибыли это если например вот как я я уже разогнал там сотки да я могу себе позволить там не два процента 5 процентов со 100 долларов но потому что это маленький депозит и так далее если вы только заходите на рынок вы там занимаетесь 234 месяца трейдингом сто процентов вы сольете депозитов ну 5-10 вы точно сольете таким темпом поэтому и в идеале не котлетить нужно ну взять там условно если психологический аспект взять возьмите там 90 вот завели 5000 долларов оставили там 4 800 на споте играйте без плеча а 200 долларов себе возьмите вот такую кочегарку депозита условно давайте еще раз повторим то есть если вы только начинайте лучше брать два процента депозита давайте посчитаем например у вас череда безуспешных сделок вы скаме тисисками тис вы уже хотите резать себе вены потому что 10 trade ушло в минус давайте посмотрим 100 долларов минус 20 процента депозита минус 2 процента депозита минус 2 процента депозита минус 2% депозита – это 4 сделки, минус 2% депозита – это 5 сделок, минус 2% депозита – 6, минус 2% депозита – 7, минус 2% депозита – 8, минус 2% депозита – 9, минус 2% депозита – 10. да вот вы продолбали до 80 долларов 10 убыточных сделок как же так же как мы будем жить да а теперь давайте сделаем 5 процентов прибыльных условно 10 убыльных 5 прибыльных да условно вы торгуете каждый каждый день в убытка больше убытков чем прибыли но 10 в убыточном делаете опять прибыль сделать так получается плюс 2 процента депозита это у нас 16 до будем считать 16 плюс 1.6 плюс 1.6 это первый take profit потому что вы торгуете с убытком условно 2 процента депозита а тейк у вас на 6 процентов депозита это получается вот так это первый тейк 16 плюс 2 процента депозита это уже 171 из 7 плюс 1.7 плюс 1.7 и того 91 это две убыка прибыльные сделки еще раз плюс 2 процента депозита это 18 плюс 18 плюс 18 это три прибыльные сделки еще раз так нет плюс 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 2 процента депозита это так это сколько я уже запутался это 3 или 4 пускай будет 4 и плюс еще 2 процента депозита это 2 плюс плюс 2 плюс 2 вы совершаете 10 убыточных сделок хотите резать вены но точнее каждый день делать 10 убытков и 5 прибыли и того у вас 180 108 процентов депозита вы в плюсе на 9 но почти на 10 процентов да и если вы с таким риск менеджмент подходить вы можете сколько угодно торговать в убыток вы все равно будете в прибыль то есть трейдинг это по сути это по сути математика стандартная да то есть в школе если там вы два класса три класса окончили церковно-приходской школы как у нас в чате есть вот вы можете спокойно заниматься трейдингом но знаю что только вот два процента депозита и сделка один к трем вы совершаете кучу таких сделок и в профите до оказываетесь если вы начинаете есть там конечно стратегии которые там условно закупаться там лесенкой да но так у вас во-первых не калькулируемый как говорит керчик не калькулируемый не калькулируемые убытки начинаются до вас там они пирамидится эти убытки и так далее да вы начинаете конкретно так сливать вы работаете против теории мат ожидания есть например вы не соблюдаете риск менеджмента вот посмотреть табличку процент потерь как сложно отторговать их потому что самое сложное как бы не не слить отторговать потом этот убыток то есть если вы слили убыток то смотрите процент 10 потерь 20 процентов потерь 30 процентов потерь это процент который вам потом необходим то есть если вы потеряли 10 процентов вам надо чтобы вернуть потери на 11 процентов на торговать если потеряли 50 процентов вам надо 100 процентов сделать да а если вы потеряли 90 процентов это потом 900 процентов то есть если вы совершили череду сделок убыточных вам отторговать в плюс становится гораздо сложнее поэтому гораздо рациональный так скажем гораздо рациональный не терять а зарабатывать не зарабатывать а не терять да потому что потери они всегда тяжелее чем заработок точнее отторговать поняли вот моя стратегия вот сейчас заключается в том что я встаю в сделку там но сейчас побольше то есть например условно я эти 100 долларов там уже много-много раз иксану сейчас опять и я могу там позволить себе за счет запаса прибыли 5 процентов уже заложить в эту математику да потому что во первых я психологически психологически к этим деньгам отношусь уже не так как к своим кровным у меня есть запас прибыли и я считаю как бы вот это вот тут многие например заработали там и психологически условно ладно они вошли там на 1000 рублей в bitcoin bitcoin там вырос да и у них уже там 1500 я не воспринимает уже 1500 как своими деньгами если при таком подходе психологии да как бы тут лучше ну не рисковать но я например заядлый gambler я могу условно вот эти все что 500 рублей сверху да я считаю это уже как бы моя прибыль я могу ей рисковать и достаточно спокойно отношусь к этому но но вот многие спросят вот ты говоришь по риск-менеджмент а как тогда там совершал сделки я не знаю там были сделки еще покажу вот такие вот сделки на типа как-то вот гасчит про риск-менеджмент но у тебя там 80 плечей цена ликвидации там в тысячу пунктов огромные риски и так далее да там или например вот цена ли там цена входа 32 300 цена ликвидации 34 200 1900 пунктов вообще или там ну там еще были более зловещий трейды где-то вот например вообще тут ликвидация знака 35 400 с на вход 34 800 это получается 600 пунктов ликвидации что ты нам чешешь за чувствуешь про риск ну а первых смотрите какая у меня тогда стратегия была условно все то же самое у меня был сто процентов депозита сто процентов депозита и плюс я сделал там 100 иксов так далее у меня был огромный запас прибыли да я брал условно какой-то процент депозита сейчас точно не помню сколько там но условно вот 2 до и не знаю 10 и не помню короче какой-то типа процент депозита я брал и переводил его на фьючерс то есть все у меня было на споте спот причем зафиксировано в долларах они в каких там активов может был там пять процентов активов когда я bitcoin купил по 29 700 в самом лае да там на 5 10 процентов у меня ну вот здесь вот я покупал у меня да у меня был там немного в биткоине но в основном не было в стейбл коина потому что я ожидал что еще большего падения просто начал откупать ну по уровням да по чуть-чуть на споте потому что можно без стопа и так далее можно пересидеть что ничего страшного а 90 процентов меня было стейбл потому что я дальше ждал движение вниз и что хочу сказать у меня было 90 на споте и процентов 5 нельзя от 2 до 8 в разное время потому что он прибыль прибыль пирамидилась так далее было у меня на фьючерсах и по сути я рисковал теми же ну примерно я не знаю не помню сейчас примерно пятью процентами депозита то есть если бы меня вот ну ликвидного кстати не ни разу не к виду сколько там сделок не открывал на нашу штук сколько ну дофига короче меня ни разу не к виду но я как готов был к ликвиду то есть условные там я закидывал несколько тысяч долларов умножал их сразу перекидывал где у меня тут сразу перекидывал на спот то есть условно там был фьючерс да где можно брать 100 плечей 100 иксов там 125 или 70 сразу как я только прибыль получал с фьючерсов я переливал на спот да сразу то есть если у меня ликвиднул бы этот депозит у меня там 90 95 процентов спота осталось возможно я бы брал там два процента депозита если например ликвиднула и уже как бы с этих двух процентов опять пирамиде риск тогда благо были индикаторы но смотрите у меня были индикаторы у меня были надежный индикатор то есть там 9 из 10 дело сделок залетала сейчас такую к сожалению индикатора нет вот но у меня там прям был какой-то глаз бога бога доспехи бога я бы даже сказал и я залетал ну там на очень рискованной сделки но даже на очень рискованной сделки я не заходил больше там чем ну даже 15 процентов депозита я не задействовал то есть я играл то есть очень рискованными сделками но это постоянно то есть влиял на мой спот и вот это вот спот это банк крови мой а именно трейдинг в трейдинге то есть ваш депозит это банк крови он чрезвычайно важен и вот если вы как бы будете воровать у себя кровь будьте многочисленные там порезы уловить там 20 в 30 процентов вы рано или поздно ну как бы у вас закончится кровь вы у вас смоется с этого рынка вот поэтому даже при таких вот высоко рисковых инструментах я брал всегда какой-то процент депозит и даже смотрите когда я делал 100 иксов казалось бы там тоже нету особо такие как это сказать риск менеджмента потому что там заходил с фулк атлетой алынами практически там не ну некоторые были конечно с далеким ликвидом но большинство из них там было ликвид в несколько тысяч пунктов да а и даже при этом при всем почему я к этим деньгам так легко относился потому что я перекинул 100 долларов а 100 долларов это было на момент даже я вот ну ликвидом я рассказывал нормально так очень сильно ликвидом с вот на этом движении словил ликвид и после этого я никогда больше не превышал не завышал риски особенно на фьючерсах именно поэтому я начал именно со 100 долларов чтобы избавить себя от лудомании все-таки хотелось на фьючерсах и так далее работать но я понимал что я словил ликвид я сейчас возможно в таком тильте нахожусь и вряд ли это настроение мне поможет поэтому вот 100 долларов пускай продолбаю и хер с ними вот но не продолбал увеличился 100 иксов сделал потом еще на бинку перелил еще там кучу иксов сделал но неважно короче поэтому риск менеджмент в этом плане это вообще ну как бы грааль по сути рынка потому что в вас не снесет если даже в пять процентов очень рискованно будете входить вас не снесет никогда то есть вам достаточно но делать даже меньше меньше десяти то есть даже к десяти считать убыточным сделкам а можно там 45 сделки делать его уже там четыре сделки можете делать вы уже будете в лютом плюсе чтобы вам вдоль выходить вам надо на 10 убыточных сделать сделок сделать хотя бы три прибыль вот это первое второе вы относите многие относятся вот кто мне пишет там или в чат присылает к своим деньгам как но не знают слишком легко так скажем ваша идея но это понятно это я соглашусь на типа деньги это пошлость но деньги это в трейдинге все так скажем по сути трейдинг это и есть деньги и так далее но это звучит банально но многие относятся к ним очень легко кровно заработанным не понимая вот этот психологический аспект что догонять всегда сложнее чем догонять сложнее чем просто не чем перегонять так скажем вот но все зависит от того опять же математика на сколько лет вы хотите остаться в трейдинге на сколько лет вы хотите заниматься трейдингом да если вы хотите заниматься ну там год то достаточно завышать риски до 10-15 процентов если вы хотите тут надолго оставаться без ликвидов и зарабатывать то есть понятно что нужно снижать риск потому что ну там условно большие компании когда там трейдеров нанимают на работу узнают там у них два пункта ли сколько процентов риска чтобы ты не продавал депозит и сколько процентов профита все это их ну как бы риск прибыль все ничего в трейдинге по сути все вот все что есть это риск прибыль индикатор не индикатор крале это вообще все херня если по честному говорить да то есть медленные дурачок аутист я не знаю там чего угодно но с риск менеджментом он всегда будет математически выигрывать у человека который знает граале но завышает там риск прибыль на условно один грааль там один ликвид и все как бы тебе еще на 10 50 там 100 граале найти чтобы отторговать этот риск вот смотрите даже азиз но сколько бы мы не смеемся там или в чатах еще где то что он заходит ну по-дебильному как бы в том плане что вот он видит памп он в него залетает он видит дамп он не залетает он заходит ну там я не знаю в на хаях и на лоях до шортит на лоях заходит а вверх на лоях но если он там как пишет не знаю соблюдать ли он свой риск может или нет там риск 12 процента но это очень сложно продолбать даже если у него там реверс устраивает и ну риск риск менеджмента у него не позволил ему на этом всем движении понятно что но много теряет благодаря своим там охуенным точкам входа но по идее даже с его риск менеджмента невозможно продолбать депозит то есть даже если он условно там как он говорит по положительному без убытку и первому тайку выходит у него всегда получается там так скажем от 100 долларов да ну пускай у него там сто тысяч долларов депозита вряд ли конечно вряд вот есть ну ладно вот то есть один процент депозита то есть даже если с его учета с его риск менеджментом все равно он болтается около своего депозита если он там выходит по стопам по первым тайку положили без убытку ну то есть он примерно на том же уровне и находится он не ликвидит свой депозит а дипа не потерять свой депозит это в сто раз важнее чем заработать потому что в основном 95 процентов трейдеров там долгосрочном перспективе теряет да и в краткосрочный мне он присылает там чуваки чувак ну то есть ликвиднулся за два месяца на фьючах на 7000 долларов ну конечно бы печально но когда он там описывал ситуацию что с ним происходило это как бы банальные вообще банальнейшие проблемы это убирание стопа да то есть цена идет к тебе ты пытаешься пересидеть ликвид убираешь стоп ой то есть ну да пересидеть просадку и убираешь стоп и ждешь и ждешь а цена все ниже 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 ликвид и сколько он там 15 раз что ли он говорил заводил деньги или 15 короче сделок дел и ликвид за ликвидом до 15 сделок два месяца 7000 баксов и там наверно больше потому что ну мало кто открыто говорит о своих так скажем к ситуации то есть но разные то есть ситуации бывают понятно что ошибки очевидны что ну например опять же многих поэтому типа ладно ты говоришь там вот эти пройти все ликвиды это на фьючерсах вот она спать и ты full депом заходишь ну во первых смотрите из того что я как бы очень много шортил вот здесь вот играл на понижение я очень много заработал на этих движениях вниз и у меня образовался запас прибыли поэтому где-то вот здесь вот я начал и здесь и вот здесь вот я начал заходить всем депозитом но опять же у меня были выставлены стопы я заходил не на фьючерсах потому что здесь вот я как-то фьючерсах зашел и также вышел в окно вот поэтому на фьючерсах я никогда не откупает но если там условно у меня были хорошие индикаторы на то что вот это вот ну как бы движение продолжится ростом я начал заходить на спать и примерно ну так же у меня был риск ну примерно 10 процентов я себе поставил риск пересидел тут достаточно хорошую просадку мощную больше чем ликвид у меня был до этого но пересидел просадку вышел в огромный плюс да и на альтах и на битке но на биткет я изначально он вышел в плюс еще с 29 тысяч но суть в том что у меня был запас прибыли когда у тебя есть запас прибыли условно ты там свои 100 долларов расторговал до 120 ты можешь себе позволить вот эту вот двадцатку условно да на то чтобы так скажем выйти бы рискнуть чуть больше но опять же не меньше чем там условно тело депозита поэтому я входил full деп и сейчас у меня условно в крипте все до одного доллара то есть у меня все в крипте почему потому что у меня вот есть запас прибыль я могу потерять ну по сути если там мы обвалимся то ничего страшного то есть я выйду при своих так скажем все что я начинал но есть например вы заходите там здесь ну или вообще просто вы сейчас заходите там в рынок я бы не рисковал больше чем на 50 процентов депозита то есть 50 процентов депозита у вас должно быть всегда в долларах у меня вот здесь вообще было 90 процентов депозита в долларах в стейблах если вы заходите сейчас и у вас нету запаса прибыли там в течение месяца 2 я бы рекомендовал заходить там не больше 5 процент депозит а лучше там 12 процента на актив то есть выбираем актив условно там эфириум 2 процента до в эфире он кладем там два процента мы в кейк 2 процента еще куда-то если на выходе мы получаем 6 процентов отлично там 5 альтов по 6 процентов это сколько получишь из 5 35 35 процентов депозит 6 альткоин вам нужно всего выбрать 6 альткоинов которые просто дадут хотя бы 6 процентов депозит и уж из 2 из 2 процента сделать 6 процентов депозит и все профит так скажем вас есть запас прибыли вы можете там ну чуть больше брать рисков да если вы хотите пирамиде но тут уже пирамиде я не имею смы не вижу смысла например вот на таких движениях условно я сейчас уже буду скоро выходить в кэш и увеличивать долю кэш в портфеле до наверно до 80 процентов я хочу в на в конце этого года до найна уже в декабре да даже может уже начать в конце ноября ну короче неважно как я увижу что многие дают уже прибыль альткоины я нужно буду повышать свой процент депозит до 80 процентов в долларах это будет мой риск менеджмент а там если там условно bitcoin пойдет как все мечтают о ее ей мы пойдем на 150 миллионов долларов я буду встречать это движение уже с десятью двадцатью процентами депозита в сделке да то есть восемь процентов у меня будет в долларах а вот этот прибыль который я здесь на генерировал пускай это прибыль делает ну генерирует новую прибыль поэтому риск менеджмент чрезвычайно важен особенно в начале не завышать потому что догонять всегда сложнее чем перегонять генерировать прибыль и так далее поэтому депозит он очень важен тем более на крипте найти там несколько активов которые из двух процентов сделают 6 это не так сложно и зарабатывать 30 процентов депозита просто выборов несколько активов это ну по крайней мере сейчас только дурачок не может сделать потому что очевидно что ли сезон уже давно идет вот поэтому было интересно лайк подписочка вопросики жду в под видео обязательно отвечу в других видео до новых встреч да пребудет с вами прибыль пока